В Самарском районе число амбулаторных больных коронавирусом варьируется. На сегодняшний день их больше 70 человек. Все они обязаны находиться на самоизоляции. За соблюдением режима ведут строгий контроль. Количество амбулаторных больных постоянно меняется. Например, сегодня по сравнению к вчерашнему дню прирост составил 23 человека. Днем ранее 23 человека было падение. То есть вот такой живой организм и конечно же точного времени проверки его не существует. Каждое утро и вечер сотрудники районной администрации обходят адреса и связываются с больными по домофону. А в течение дня делают контрольный звонок по телефону. Сегодня Александр Зильберман следит, что 8 человек, которые находятся под его контролем, не покидали своих квартир до получения отрицательного результата тестирования на вирус. Доброе утро. Антонина Игоревна, администрация Самарского района, управляющая микрорайоном. Зильберман Александр Борисович. В соответствии с распряжением губернатора, вы находитесь на самоизоляции. Вы сейчас дома находитесь. Как вы себя чувствуете? Ну, нормально. Уже получше. Уже получше. Отлично, отлично. У меня огромная к вам просьба будет. Будьте добры, пожалуйста, оставайтесь дома на самоизоляции. Будем. Спасибо огромное. Выздоравливайте. Жители Самарского района очень ответственные люди, поэтому у которых подтвержден уже диагноз ковид-инфекции, находятся на самоизоляции, на амбулаторном лечении в домашних условиях. Если же больной коронавирусом нарушает режим самоизоляции, то ему грозит административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей. В Самаре сохраняется сложная эпидобстановка. Горожан призывают не посещать общественные места, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал. Все эти меры позволят разорвать цепочку распространения опасного вируса.